Всем привет! Меня зовут Ира, у нас сегодня будет очень интересное видео, потому что я сегодня поиграю в Хованского и дам вам 5 причин перестать немедленно смотреть шоу «Пацанки» на канале «Пятница». Самый опасный учебный год в школе леди. Класс строгого режима. Я смотрела все сезоны, но не русских, а украинских пацанок, которые выходили и выходят до сих пор с 2016 года на украинском телевидении. Русское шоу я не смотрела ни одного раза до этого сезона, мне очень просили посмотреть мои подписчики, мы начали с ними вместе на стримах смотреть сезон пятый, который выходил вот сейчас и только что закончился, до тех пор, пока канал «Пятница» не прислал мне угрозы на почту о том, что заблокируют все мои видео, если я не прекращу делать реакции. Реакции, которые набирали 3000 просмотров, и мне было не важно сколько просмотров, мне было важно просто посмотреть это с моей аудиторией, кому это было интересно. И тем не менее, мои 3000 просмотров против, извините, 10-5 миллионов просмотров на каждом выпуске. Канал «Пятница» сдержал свое слово, которое ничего не стоит, и вручную заблокировали мне несколько видео за использование их контента до оговоренного в письме срока. То есть они сказали, на следующей неделе мы будем блокировать, и начали блокировать раньше. Ну, в общем, вы знаете, это честность телевидения. И они заблокировали видео не только мне, но и другим блогерам. Я знаю, что, например, кидали, ну это не страйки, а жалобы, кажется, Даши Каплан. Я думаю, ну хорошо, хотя бы всем блокируют, это хотя бы честно. Но нет-нет, оказалось, что это довольно избирательная была блокировка, потому что затем выходили реакции приятного Ильдара, который канал «Пятница» никак не беспокоили, видимо, из-за огромного количества просмотров, и бог его знает почему. Ну, в общем, это не важно. У меня личные счеты с каналом «Пятница» теперь. Просто реально не понимаю, зачем блокировать видео на маленьком канале. Ну, как бы, я не ворую никакой трафик. Боже, ладно. Итак, ни один сезон «Русских пацанок» до этого я не смотрела. И примерно представляла, что там, скорее всего, то же самое, что в украинских. Мне и хватало того шоу. Зачем мне смотреть то же самое еще и от канала «Пятница», у которого не очень хорошо получается шоу, откровенно говоря. То есть, когда я смотрела «Русский подиум», я не смогла посмотреть сезон, потому что первый выпуск был смонтирован настолько ужасно, что у меня чуть не развелась эпилепсия. Но подписчики меня уверяли, что это отличное тоже хорошее качественное шоу, там очень интересно, там ничуть не хуже, чем у украинского аналога. Так что давай хотя бы посмотри этот сезон, а лучше там еще какой-нибудь из старых, который всем больше всего понравился. И я пошла на поводу у моей любимой аудитории, о чем я, конечно, не жалею, но это был, так сказать, тот еще экспириенс. Я посмотрела весь пятый сезон по мере выхода, то есть с первой серии, как она начала выходить, я смотрела каждую неделю эти 15 замечательных недель. И уже под конец этого сезона я начала замечать, что очень много блогеров сняли видео про этот сезон. Хотя, насколько я помню, в прошлых годах, когда выходили шоу, это мало кого интересовало. Как-то странно, но у многих из них видео начали выходить в одно время. Я, конечно, не могу ничего утверждать, блогерская работа такая, ты можешь подхватить какую-то тему специально, чтобы влиться в волну хайпа, а не потому, что там кто-то тебя об этом попросил. Но немножко подозрительно для меня это выглядело, особенно на фоне того, что в целом все вокруг этого сезона очень сильно отдает одну из причин, которую я назову дальше, и мы вернемся к этому позже. Ну, просто, чтобы вы понимали о том, какое это ужасное шоу, сняли Чак Ревью, Катя Коносова, Ларин, Вероника Степанова, Кэш, Антон С. И, наверное, кто-нибудь еще, просто это те видео, которые попались мне. Пожалуй, самое интересное видео, которое я бы порекомендовала вам посмотреть, от этого Чака Ревью, потому что у него история, в принципе, появления этого шоу на телевидении, плюс отличный срез рекламной кампании-маркетологов «Пятницы». Посмотрите, дорогостоящие промо-акции с фотосетами, билборды в центре Москвы, в Инстаграме был запущен флешмоб хэштег «Я пацанка», для которого телеканал «Пятница» разработала специальный набор гифок и масок в сториз, а самые крутые фотки канал размещал у себя. Журнал «Эль Гёрл» выпустил спецномер, в котором был вложен стикер-пак с набором элементов одежды пацанка, мол, собери свою пацанку мечты. С помощью мобилок зрители во время эфира могут считывать QR-код, и таким образом они могут дозвониться и пообщаться с участницами реалити-шоу. Там все искали пропащую пацанку, а за каждый правильный ответ телезрители в качестве награды получали один стикер из эксклюзивного стикер-пака. То есть у пацанок есть мерч, у пацанок есть свой TikTok-хаус, есть хэштег «Я пацанка», есть стикеры с главными цитатами и так далее ВКонтакте. В общем, работа проделана с точки зрения маркетинга очень основательная такая. Зашли со всех сторон Instagram, TikTok, то есть основная аудитория, которая их интересовала, это именно дети-подростки. Потому что, к сожалению, детской аудитории легче манипулировать, легче подвигать какие-то ценности, легче давить, легче убедить их в необходимости иметь какие-то вещи, легче дать им кумиров. И судя по тому, что каждый выпуск этого сезона набрал не менее 5 миллионов просмотров, восторженный комментарий, своей цели маркетинговый отдел добился. Мы переходим к причинам. Я сразу скажу, что в этом сезоне было много интересного, были хорошие, крутые испытания, были неплохие с психологом, но некоторые спорные в том числе. Но, тем не менее, на мой взгляд, плохого в этом сезоне, а я смотрела только этот сезон, я основываюсь только на нем, было гораздо больше, и оно перевешивает. Первая причина, почему я считаю, что это шоу не надо смотреть, это реклама, которую они вставляли. Я не имею ничего против рекламы, я закончила рекламу связи с общественностью в университете, я немножечко что-то в этом понимаю, и к рекламе отношусь довольно нормально. Тем более в шоу, чтобы реклама в шоу выполняла свою цель, а именно продать зрителю продукт, познакомить его с продуктом и так далее. То, что я увидела в этом шоу, меня поразило, ну я не знаю, до глубины души. Основным рекламодателем этого сезона, как я поняла, было одно лекарственное средство, название которого я не буду озвучивать, так как мне за рекламу никто тут не платил. Я даже не буду поднимать тему гомеопатии, это или нет. Суть именно в подачу, как это средство преподнесли аудитории. А именно в одном из выпусков к участницам якобы должна была приехать китайская делегация, то есть китайцы. Пока шло действие серии, произошла рекламная перебивочка, в которой участницы просто ужасней актерской игрой сочитывали диалог, который звучал примерно следующим образом. То есть во время эпидемии в шоу, которое смотрят минимум 5 миллионов человек, это только на ютубе, а оно еще было в эфире на телевидении, предлагают снимать маску и пить какие-то средства с условно доказанной эффективностью. Ну я не врач, не фармацевт, я не буду в это вникать. Главное, что в любом случае снимать маску и пить средства это не то, что нужно пропагандировать боже упаси на телевидении в то время, в котором мы сейчас живем. Потому что мы все люди тут как бы страдаем от пандемии на секундочку, и нам всем очень надоело и тяжело. Маски уже давно доказано помогают это все упростить и помочь нам быстрее пережить это сложное время и предлагать вот так их снять, просто чтобы люди покупали ваши средства. Меня, я не знаю, я не понимаю, как это просто кому-то пришло в голову. Ведь это не один человек, а прувну. Это была целая серия людей, которые эту рекламу написали, которые дали этот сценарий участницам. Ну участниц у меня вообще спроса с них нету, конечно, очевидно. Они просто выполняют действия, которые их заставляют делать, и как бы к ним вопросов нет. Были продюсеры, операторы, там не знаю, человек 10 минимум, наверное, было за камерой, которые выслушали этот текст, и ничего, никого не смутило. Они отсматривали готовый продукт и тоже подумали, да, все супер, продакшн. Как это вообще возможно? Я была шокирована. Меня вообще смущает реклама лекарств в шоу, мягко говоря. Но если уж это вообще происходит, как можно спекулировать такой жесткой темой в пандемию, когда страдает весь мир? Я считаю, для думающего человека это весомая причина отказаться от этого шоу, не давать ему больше рейтингов, потому что что они будут рекламировать дальше, я уже не знаю. Наверное, говорить, что в принципе классно ходить в микрозаймы, потому что, ну а что, быстрые деньги? И не такие уж большие проценты, если все вовремя отдать. Реклама неплохо, но реклама должна быть правильной. Наверное, это было, может быть, ради хайпа, ради того, чтобы заставить это видео, которое в итоге все-таки погуляло по телеграмм-каналам и так далее распространится, чтобы еще больше людей увидели это средство волшебное. И черный пиар тоже пиар. Но, опять же, я говорю, если ты просто имеешь больше одной извилины, такая реклама вызовет у тебя отвращение к этому средству, к людям, которые это придумали, и к тем, кто взял это на рекламу, и опровнул, и подумал, что это адекватно. Носите маски, пожалуйста, мы все хотим уже нормально выходить из дома, и мы все хотим нормально вернуться к жизни, и такая реклама, и снятие масок нам не помогут. Причина номер два – пропаганда нездорового образа жизни. В чем суть изначально шоу «Пацанки»? Участницы, которые находились на дне, как бы социальном, да, это люди из неблагополучных семей, которые приходят на шоу, из них делают леди и бла-бла-бла. В общем, участницы должны были пройти путь изменений, поработать с психологом, и выйти из шоу, по идее, да, по задумке, которая ни разу не работала ни в одном сезоне, выйти измененной личностью, обратно в свою среду, изменить свою жизнь, перестать бухать, курить, начать иметь амбиции, увидеть цель в жизни, и к ней стремиться. В общем, по идее, должно быть так. Но, конечно, так не работает, потому что за 15 недель на шоу, когда ты все время под камерами, ты свою жизнь не изменишь. Просто это я недавно поняла. До этого, когда я смотрела пасонок, я реально верила, что они могут измениться. Каково же было мое удивление печальное, когда я заходила в инстаграм, уреку участницам, и видела, что их жизнь абсолютно такая же, но теперь они еще и популярные. Это максимально грустно. Так, почему я считаю, что в этом сезоне была пропаганда именно здорового образа жизни? Ведь обычно нам показывают, что вот такой образ жизни плохо, а потом ты меняешься, и ты теперь живешь хорошо, и от этого уходишь. Потому что здесь такого не было. В этом сезоне 15 выпусков, из них 10 участницы бухают просто в жесткое месиво практически каждую неделю. Если бы их за это как-то наказывали, карали, что-то происходило бы, выгоняли бы самую буйную, например, я бы поняла, это имело бы хоть какой-то смысл. Но здесь 10 недель из 15 участницы бухают просто как не в себя, ничего им за это не было. Себя чуть-чуть поругают на выгоне, а может быть, что-то белую ленту в придачу, то есть звание лучшей ученицы недели. Я понимаю, я понимаю, что продюсеры ожидают трэша, что все нажрутся, что людям будет очень интересно на это смотреть. Я не знаю, в каком месте это может быть кому-то интересно, потому что, ну, например, я смотрю это шоу в первую очередь для того, чтобы видеть изменения участников. Я действительно хотела бы верить, что людям можно помочь в их сложной жизненной ситуации, даже если речь идет о шоу на телевидении. Когда мне втюхивает пятница, что я должна кайфовать бесконечных попоек и каких-то пьяных срачей, в каком месте, если так живет, ну, давайте по чесноку, половина нашей страны точно, каждую пятницу, может, каждую субботу, а может, вот еще чаще. Кого этим можно удивить? Какой-то трэшак здесь выдать, если это в целом обыденность для большинства россиян. Я считаю, что в этом сезоне была именно пропаганда употребления алкоголя, потому что до десятой недели участницы постоянно имели к нему доступ, они постоянно набухивались. Это показывалось как что-то веселое, как что-то прикольное. Если кто дрался, там были смешные субтитры, драку замазывали в основном. То есть все нормально. Девчонки, подростки, да, дети, которые смотрят. Вот, поглядите, можно набухиваться и весело проводить время. Никакой морали нет. То есть нет того, что вы можете весело провести время, но это может закончиться еще очень плохо для вас, для ваших близких, для ваших друзей, с кем вы проводите время. Не всегда жесткое опьянение приводит к чему-то веселому, а после веселого может идти довольно грустные последствия. В этом в шоу речи нет. Ты можешь нажраться, ты можешь просто быть не в миньконе, стоять на ногах и идти дальше в этом шоу. Можешь несколько недель плакать перед людьми, и они будут прощать тебя. А ведь так живут люди, ведь есть семьи, в которых мать или отец, например, страдают от алкоголизма. Они постоянно буянят, рукоприклассывают в этом состоянии, затем плачут и извиняются, и их прощает, их семья, и ничего не может с этим сделать. А зачем это показывать? По телевидению и подтверждать, да, это нормально. Да, в последних пяти выпусках никто ничего не пьет, все супер, они там занимаются талантами шоу, переодеваются и так далее. Но, понятное дело, за пять недель, а должно было быть пятнадцать, по идее, они не избавятся от алкогольной зависимости, если она у них действительно была. Если вы посмотрите видео «Жизнь участниц после шоу», которые не проплачены пятницей, скорее всего, вы увидите девочек все в том же алкогольном опьянении, все в том же состоянии, которые теперь еще и безумно популярны, к ним идут легкие деньги, об этом чуть позже. Самое страшное негативное влияние, которое создает канал «Пятница» таким образом, потому что плоды этого сезона, влияние на аудиторию, мы увидим через несколько лет, когда эта аудитория подрастет. Третья причина, снова пропаганда, в этот раз пропаганда насилия. Главная звезда этого сезона, Настя Петрова, которую преподнесли нам, как девочку, которая всех избивает, которая занимается ММА, кажется, в общем, боями, которые любого вот человека может избить просто до неузнаваемого состояния. И первые несколько выпусков она действительно просто всех избивает. Заказывают ли ее как-то за это? Выгнали ли ее из шоу? Нет, наоборот. Когда в одном из выпусков, уже причем ближе к концу, то есть уже прошла больше половины сезона, Настя избивает очень сильно одну из участниц за то, что та на нее как-то жестко кричит, то есть просто потому, что ей не понравились ее слова, и она рассекает участнице лицо под глазом. Выгнала ли кто-то Настю? Получила ли она какой-то выговор там, наказание? Пытался ли кто-то ее удерживать? Нет. Настя сразу ушла с места побоя, которое произошло, оставив эту девочку валяться, пока ей там пытались помочь другие участницы неравнодушные. Настя просто ушла, боясь, что ее выгонят из проекта. Продюсеры за ней побежали, видимо, пообещав, что никто ее выгонять не будет, все нормально. В конце выпуска директора школы объявляют, что Настя должна уйти, и другая участница отдает иммунитет, оставляя Настю в шоу, после чего спойлер Настя побеждает в этом сезоне. То есть, какая у нас здесь мораль? Можно избивать всех, ну, если просто хочется, если они что-то не так говорят, почему бы не избить человека? Если на тебя кричат, тебя в кавычках провоцируют, ты тоже можешь избить человека, и тебе ничего за это не будет. Если что, твои друзья тебя прикроют, оставят в шоу, а потом можно строить оленьи глазки, выиграть деньги, подарки, стать самой известной участницей этого сезона, разыгрывать ужасную, шитую белыми нитками, любовь с Биланом, ходить раздавать интервью, и просто купаться в этой известности и богатстве. Просто великолепная история, от которой у меня шевелятся волосы на затылке. Если честно, если это современные герои, я, пожалуй, пас. Я просто зачитаю несколько комментариев из-под этого выпуска про эту ситуацию, которую мне не пришлось искать, потому что они залайканы, потому что они в топе, потому что так, видимо, считает основная аудитория шоу. Я очень рада, что Ники Личика размазали, однако Настю жаль. Наконец она получила похлебальнику. Кто бесит? Ей-богу. Они сами виноваты, что Настя бьет их. Когда Петруха избила Нику, мне было хорошо. Это норм, то, что ей врезали. Она сама виновата, то, что провоцировала. И ей как раз надо было лицо подправить. То есть, я считаю, если вот такие комментарии оставляются под выпуском, значит, реальная пропаганда насилия имеет место быть. Я уверена, что если на это видео наткнутся фанаты Насти Петровой и в целом этого шоу, они мне скажут, что Настя же изменилась, она долго никого не била, ее провоцировали. Я вам отвечу только одно. Никакая провокация не оправдывает насилие. Никакая. Человек, который применяет насилие, сам принимает это решение, бить ему или нет, и как ему решать эту ситуацию. Если ты применяешь насилие, если ты считаешь, что ты имеешь право применить физический абьюз в сторону человека, если ты считаешь, что ты имеешь право наказывать, да, в кавычках, наказывать человека за то, как он разговаривает, за то, какие слова он подбирает и так далее, то в первую очередь тебе надо обратиться к врачу и лечить свою агрессию. Легче ударить, припугнуть, показать свою силу и заставить человека делать то, что тебе нужно. И это ненормально. Я вот думаю, пояснений здесь не требуются. Если вы поднимаете руку, скорее всего, вы очень слабый на самом деле внутри человек. Может, очень сильный физически, но точно не сильный внутри. Но этой морали, понимаете, нет в этом сезоне. Это то, что я просто знаю, изучая тему домашнего насилия и не только. Здесь же, вы видите по комментариям, за лайканным комментарием, аудитория, дети считают, что насилие – это нормально. Если человек на тебя кричит, если он пытается тебя вывести на эмоции, то можно ударить. Можно разбить личико, подправить и так далее. Это валидно, это нормально. Нет, нет, это пропаганда насилия в чистом виде. То есть, пока мы тут все, да, как бы пытаемся уйти от насилия, да, якобы, у нас всех все получается. Феминизм победил, тыры-пыры, домашний насилие, мы уже разобрались. Регина Тодоренко. Это все продолжается. Они сами виноваты, что Настя бьет их. Фраза «сама виновата» это же уже просто моветон говорить. Ну нет, нет, они сами виноваты. Я боюсь, что канал «Пятница» не отдает себе отчет в том, что таким образом они поддерживают происходящее в семьях, ну, скорее всего, миллионов россиян. Да, они показали «Насилию нет», и за это «Пятница» огромный респект, потому что я очень рада, что этому проекту дали эфирное время, хорошо его раскрыли и показали, и также представительница фонда показывала то, как счастливо могут выглядеть семьи, где происходит домашнее насилие. Это все очень красиво, очень в лоб, но между строк, при этом, пацанки показывают, что, ну, как бы, да, да, это где-то там, где-то там домашнее насилие, кто-то там умирает, кто-то сидит в тюрьме, защищая себя, но вы можете просто поплакать, если что, и вас простят, в принципе. А если что, друзья дадут вам иммунитет, и вообще можно даже шоу выиграть, если избивать людей и не чувствовать своей вины за это. Легкий конфликт, вам не кажется? Четвертая причина. Я называю ее жесткая фальшь происходящего. То есть, понятно, что во многих шоу, ну, очень большой процент постановы, это не секрет, как бы, очень много событий, которые происходят, это все-таки спланированное заранее продюсерами, сценаристами, да, не важно кем, в общем, это не является реально происходящим шоу, а, так сказать, плохой актерский этюд. Но конкретно в этом сезоне вот эта вот фальшь постановы дошла до такого уровня, что мне сложно просто поверить, что кто-то смотрит и считает, что это, ну, действительно произошло. То есть, когда в первом выпуске все участницы приходят знакомиться на вокзал и там появляется буфетчица, которая явно актриса, потому что больше никого нет, и, конечно, никакую продавщицу бы не дали избивать, то есть, видимо, на этой актрисе хотели показать, что вот там Настя такая безумная, но Настя не идиотка. Я думаю, она также замечательно понимает, что это актриса, да, на которую можно там покидаться, которую можно припугнуть кулачками, но Настя знает, что это нереальный человек. Тогда в чем суть всей этой актерской игры? Если я просто захочу посмотреть актерскую игру, я включу сериал, фильм, шоу такого формата реалити с якобы настоящими людьми, мы смотрим не для актерских игр. Мы смотрим для того, чтобы посмотреть на реальных людей в реальных условиях. Да, в чем-то там бывает что-то притянутое за уши. Окей, я не должна это видеть, я не должна догадываться, что это постанова, когда их затем якобы подселили в тюрьму к заключенным. Да это же бред! Тюрьма для вас шутка или что? Попасть в тюрьму это, блин, страшно. И в России никто бы ни за что не хотел оказаться в тюрьме, я думаю. Учитывая судебную систему и громкие дела, которые, я уверена, вы слышали в этом году и не только. Не буду раскрывать эту тему, потому что, ну как бы, вы сами понимаете, это просто опасно развивать такие темы, потому что ты не знаешь, кто к тебе придет, по какому поводу. В таких условиях показывать тюрьму как аттракцион? То есть, что делает канал Пятница? Они показывают срез россиян, что все бухают, что при этом их все прощают, можно также бить людей, если тебе они не нравятся, а тюрьма это, ну просто шутка, ну там как бы можно чуть-чуть поругаться, но если что, ты быстро оттуда выйдешь. Или все-таки канал Пятница вообще не понимает, что он делает. При этом, очевидно, никто бы никогда не дал никакому телевидению припереться в тюрьму до последнего, что ждут в тюрьме, что к ним приперется кто-то с камерой и покажет, как там живут люди и реальные условия. Поэтому, ну для меня, это, ну какое-то издевательство над ситуацией, которые есть в нашей стране, и показывать это как реальность, вы держите меня за идиотку как своего зрителя или как? То есть, если бы был дисклеймер, если бы закадровый голос нам сообщил, что, ну конечно, на самом деле это все актеры и так далее, и участницы сейчас будут с ним взаимодействовать, не зная, что это актеры, ок, вопросов нет. Но когда нам это преподносят как реальность и говорят, что да-да, это настоящие заключенные, то у меня вопросы к каналу «Пятница», а все ли у них в порядке с серым веществом, потому что у меня есть, ну легкие сомнения на этот счет. Еще одна постанова, которая меня поразила до глубины души, это когда участницы после общения с представительницей фонда «Насилию нет», якобы поехали в дом реальные жертвы домашнего насилия, чтобы ей помочь уйти от своего мужа, и она в итоге реально ушла, и участницы такие, «И ты же обещаешь не возвращаться к нему?» И актриса такая, «Да, конечно, разумеется». И ты просто смотришь и думаешь, «Что? На что вы сейчас потратили мое время?» Актерская игра женщины и ее мужа была потрясающей. Во что ты ни за что не поверишь, что шесть человек и парочку операторов притащат в дом к жертве насилия домашнего, к женщине, которую сбивают и держат в страхе, чтобы ей помогли люди, которые сами плохо понимают, кто они и что они? Я сомневаюсь, что это была инициатива насилию и нет, потому что, насколько мне известно, волонтеры в таких фондах, которые помогают людям, переживающим домашнее насилие, недолго готовятся, и их вот так просто с улицы тебя не подпустят к этому, там, на звонках сидит и так далее. Какая-то подготовка, она происходит в любом случае. И не пару часов пообщаться с представительницей фонда. От более серьезных постанов мы переходим к менее, то есть, например, там был момент, когда участниц привели в, не знаю, в музыкальную школу Дробыши, или что там это было, в общем, в продюсерский центр Дробыши, по-моему, и сказали им, что одна из них может стать ассистенткой Дробыши. Вы вообще слышите, да, что они нам говорят? Что участницы, которые еще вчера бухали, курили, принимали вещества, которые сбивают друг друга, могут вдруг стать ассистентами музыкального продюсера, там, одного из самых известных в стране. Ну, опять же, очевидно, никого из них не взяли на эту должность, потому что это просто невозможно по определению. Ассистент это довольно, во-первых, сложная работа, во-вторых, надо хотя бы разбираться в музыкальной индустрии. Опять же, зачем? Зачем вот это откровенное вранье? Но я думаю, что самая большая, самая большая фальшь этого сезона в том, что половина участниц имеют выдуманные практически с нуля истории, либо, правда, там процентов 10. Чувство участниц не пацанки в принципе, то есть, Ксюша, например, финалистка, Наташа, которая вебкамщица и так далее, они не пацанки изначально, Тина Франк не пацанка. И да, это новый архетип, который начали брать девочки, которые там якобы или может быть реально занимаются стриптизом и так далее. И если я еще пойму, например, Наташу и Тину, у которых типа плохая профессия, в кавычках, конечно же, то Ксюша, которая вообще не пацанка, не была, ей не является. И перейдем к следующей причине, сейчас я объясню дальше. Для меня главная проблема в том, что этот обман виден, что он на поверхности. Что его легко распознать, увидеть и понять. И в этом главная проблема. Не в самом факте постановы, потому что, ну постановы, постановы, многие шоу устраивают какие-то драки, ссоры и так далее, просто для картинки. Согласна, что в целом это интересно, наверное, смотреть. Ну, я обычно не люблю как бы ссоры, но бывают интересные моменты, да, даже если они срежиссированы. Но тут это уже за грани. Потому что я, как зритель, не люблю чувствовать себя тупой. А мне кажется, что канал Пятница держит меня за тупую, показывая мне подобное. Пятая, последняя причина, почему надо перестать смотреть это шоу, потому что оно больше не про пацанок. Это шоу не про изменения личности, это шоу не про помощь участницам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это шоу про найти красивую мордашку, причесать, умыть и сделать ее блогером, известной личностью, дать ей популярность подписчиков, сделать ее рабом канала Пятницы и продюсеров и доить ее пока идет. И на мой взгляд, фолловер этих участниц, поддерживая их, вы в первую очередь донатите каналу Пятницы на следующий сезон, который даст нам новых звезд. Потому что, извините, сколько интервью уже дала Настя Петрова, там была и Алена Блины, ходят слухи, какие-то еще. То есть, я регулярно сейчас вижу видео на ютубе с пацанками, они были у Соболева, они всей толпой ходят на премьеры фильмов, они тусуются с Биланом, с другими звездами. То есть, девочек натурально привели в шоу-бизнес и там как бы пользуют и в хвост, и в гриву. Это все, конечно, просто замечательно. После этого мы имеем, например, победительницу Настю Петрову, у которой миллион подписчиков в Инстаграме и рекламируют Катю Диденко. Кто не помнит, это женщина, у которой муж умер от сухого льда в бассейне. И это все удивительно смотреть, понимать, что, ну, в принципе, это вот первый такой сезон, ну, мне кажется, я, по крайней мере, может быть, не знаю чего-то другого, но пока это первый проект, сезон, когда вот именно нашли девочек, которым смогли причесать их истории в нужном виде. Проборчик на нужную сторону сделали. Это уже не про изменение людей, а про создание медиапроектов. То есть, Ксюша Прокофьева для меня, например, это с нуля сделанный медиапроект. Девочка, которая не была, а пацанка, просто суперхаризматичная, на которую канал Пятница наверняка делает ставки и пророчит ей какое-нибудь светлое будущее на телевидении. У меня, например, точно является медиапроектом Настя Петрова, чей Инстаграм ведется, скорее всего, вообще не ей, потому что я не верю, что она может откладывать слова в предложении после того, что я увидела в шоу. Если она 15 недель играла плохую речь, то она потрясающая актриса, но, скорее всего, ее речь была все-таки искренней и живой, поэтому, ну, как бы, когда ты так разговариваешь, ты не можешь так красиво писать. Плюс черно-белый Инстаграм, который ведется конкретно с начала проекта и посты, которые выходят сразу во время эфира нового выпуска, а затем цветная фотография победительницы, ну, вы серьезны? То есть, они действительно делали кассин, скорее всего, среди участниц как раз вот такого типажа, который задумывается в этом шоу «Девушек с трудной судьбой», на который пришли девчонки за хайпом, за медийностью, в том числе, как Наташа, как Ксюша, я это не осуждаю, я это прекрасно могу понять, просто почему бы не сделать это изящнее? Я считаю, главной причиной в том, что это шоу больше не отвечает концепции, которая была изначально. Это шоу про создание блогеров, так переименуйте, подкрутите, сделайте шоу «Как сделать блогеров», какие уже были на Ютубе, они тоже были популярными, но вынесите это на телек. Не надо из шоу, в котором вообще другой концепт, лепить что-то иное под тем же названием. Это абсурд, это абсурд в своем просто воплощении. Больше всего, мне, конечно, жаль, что шоу начали брать какой-то очень-очень странный вектор, развиваться в абсолютно непонятном для меня направлении, потому что старые сезоны, не знаю, может я брызжу, как бабка тут, конечно, но мне кажется, старые сезоны больше отвечали концепции шоу и были поэтому интереснее, потому что ты открывал и ты смотрел то, что ты ожидал увидеть. А тут я открываю, посмотрю на путь участниц, реальных людей, а смотрю на путь блогеров. Это, конечно, супер, только я открыла не про это шоу вроде как. Например, финалистки этого сезона это Ксюша, которая медиапроект, Настя, которая медиапроект, которая дралась, а теперь она перестала, боже, ты наша зайца, такая умница. Если посмотреть на жизнь Насте до проекта, это абсолютно невяжущаяся личность с тем, как она вела себя в шоу. Конечно, в шоу люди ведут себя иначе, я все понимаю, но не на 180 градусов иначе. Даже если чуть-чуть раздуть его, она бы не могла себя так вести, поэтому это, ну, чистейшая просто постанова, какой-то обман, и это так странно смотреть, если честно. Также у нас есть две финалистки Белла и Костя, в которых я действительно верю, что это обычные девчонки, но обычные девчонки как раз с реальными проблемами, с которыми никто в этом сезоне не работал, которые практически не поменялись. По крайней мере, Белла продолжает вести такой же образ жизни, но теперь еще и все ее обожают. А популярность, она, знаете ли, сносит крышу, особенно резко свалившаяся, особенно на людей с какими-то проблемами психики или какими-то дешевыми травмами, которые не проработаны, на 18-летних людей, у которых в жизни была только боль. То есть, я боюсь представить просто, какие ценности Белла собираться до своей аудитории и какой образ жизни демонстрировать. И последняя финалистка Костя, которая настоящая любимица публики, которую я видела комментарии называют доброй, смелой и хорошей. Ведь ее доброта, наверное, заключается в том, что она предлагала продать одну из участниц, которая занималась стриптизом, в счет долга, который был по сюжету, называла вебкам или там стриптиз, что-то из этого проституции, нечестно заработанными деньгами, в то время как уборка по сюжету это честно заработанные деньги, а как бы ничего, что нечестно заработанные деньги, это только путем мошенничества. Проституция этим не является, не квалифицируется как мошенничество, по крайней мере, пока что, а является занятием существующим из-за отношения к женщинам в обществе. Ну, это просто, если чуть-чуть копнуть и показывать в этом шоу стигматизацию секса работы, это круто, канал Пятница, урыли, конечно, просто закопали. Конечно, показывать стриптиз, там, вебкам, проституцию, как что-то крутое, девчонки, идите работать, не надо, не надо туда идти, не надо там работать. Но и, знаете, стигматизировать и говорить, что это грязно, плохо, нечестно заработанные деньги тоже не надо, потому что это не так. Вот это доброта, а смелость Костя, скорее всего, показала, когда Настя Петрова, победительница сезона, избила участницу и рассекла ей лицо, и когда Костя начала ругаться с другой участницей, то сказала, что разбила бы той участнице и второй глаз, в принципе, ну, можно. Это, наверное, есть смелость пойти добить человека, который уже избит. Вот современные герои подростков, посмотревших пацанки, они вот такие. Можно ударить во второй глаз человека, которого уже избили ни за что, за провокацию, которая не оправдывает насилие. Можно напиваться без конца и края, один раз отказаться от алкоголя и стать просто святой после такого. Можно постоянно отпускать жесткие комментарии в адрес участниц и в шутку предлагать продать их, ну, раз уж они занимаются стриптизом и привыкли там что-то делать за деньги, то и в этот раз тоже откупит нас всех. Это безумие. Канал Пятница открыл портал ВАД. Будет только хуже. Я бы призывала отказаться от просмотра, по крайней мере, русской версии, потому что украинская, например, гораздо интереснее. Там все еще не ушли от концепции из пацанки в понянку. Там как бы блогеров не делают из участниц. Сейчас выйдет новый сезон и может что-то изменится, но, по крайней мере, пока что такого не было. Я буду верить, что новый канал еще с ума не сошел. Окончательно. Ну, немножко сошел, конечно, но не до конца еще. Я жду все ваши мнения, как всегда, в комментариях, как вы относитесь к этому сезону, видите ли вы отличие его от предыдущих, от украинской версии, если вы ее смотрели. Есть ли у вас свои какие-то отличающиеся от моих причин, согласны ли вы с моим мнением? Я буду ждать все, что вы думаете, как всегда, в комментариях. Всем вам большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, спросите в видео, в основном на модельные, но на пацанки, кстати, тоже на украинских у меня есть обзоры. Субтитры сделал DimaTorzok на мой инстаграм, подписывайтесь на мой телеграм-канал и до скорой встречи в следующем видео. Пока!